Лев Николаевич Толстой. Алёша Горшок. Рассказ. Алёшка был меньшой брат. Прозвали его Горшком за то, что мать послала его снести горшок молока дьяконицы, а он споткнулся и разбил. Мать побила его, а ребята стали дразнить его Горшком. Алёшка Горшок, так и пошло ему прозвище. Алёшка был малый худощавый, лопоухий, уши торчали как крылья, и нос был большой. Ребята дразнили у Алёшки нос, как кобель на бугре. В деревне была школа, но грамота не далась Алёше, да и некогда было учиться. Старший брат жил у купца в городе, и Алёшка с измальства стал помогать отцу. Ему было шесть лет. Уж он с девчонкой-сестрой, овец и корову стерёг на выгоне, а ещё подрос, стал лошадей стеречь и в динном, и в ночном. С двенадцати лет уж он пахал и возил. Силы не было, а ухватка была. Всегда он был весел. Ребята смеялись над ним. Он молчал, либо смеялся. Если отец ругал, он молчал и слушал. И как только переставали его ругать, он улыбался и брался за дело, которое было перед ним. Алёше было девятнадцать лет, когда брата его взяли в солдаты, и отец поставил Алёшу на место брата, купцу в дворнике. Алёше дали сапоги, братнины старые, шапку отцовскую и поддёвку повезли в город. Алёша не мог нарадоваться на свою одежду, но купец остался недоволен видом. — Я думал, и точно человека за место Семёна поставишь, — сказал купец, оглянув Алёшу. — А ты мне какого-то сопляка привёл. На что он годится? — Он всё может. И запрячь, и съездить куда, и работать лютой, — сказал отец. — Он только на вид, как плетень, а так-то жилист. — Ну уж, ладно, погляжу. — А пуще всего, — безответный, — добавил отец. — Работать завистливый. — Что с тобой делать? Оставь. И Алёша стал жить у купца. Семья у купца была небольшая. Хозяйка, старуха-мать, старший сын женатый, простого воспитания, с отцом в деле был, и другой сын, учёный. Кончил в гимназии и был в университете. Да, оттуда выгнали, и он жил дома. Да ещё дочь девушка-гимназистка. — Сначала Алёшка не понравился. Очень уж он был мужиковат. И одет плохо, и обхождения не было. Всем говорил ты. Но скоро привыкли к нему. Служил он ещё лучше брата. Точно был безответный. На все дела его посылали. И всё он делал охотно и скоро. Без останова переходя от одного дела к другому. И как дома, так и у купца на Алёшу наваливались все работы. Чем больше он делал, тем больше всё на него наваливали дела. Хозяйка, и хозяйская мать, и хозяйская дочь, и хозяйский сын, и приказчик, и кухарка. Всё то туда, то сюда посылали его. То то, то это заставляли делать. Только и слышно было. Сбегай, брат. Или «Алёш, ты это устрой». Ты что же это, Алёшка, забыл, что ли? Смотри, не забудь, Алёш. И Алёша бегал, устраивал и смотрел. А не забывал, и всё успевал. И всё улыбался. Сапоги братнина он скоро разбил. И хозяин разбронил его за то, что он ходил с махрами на сапогах и голыми пальцами. И велел купить ему новые на базаре. Сапоги были новые. И Алёша радовался на них. Но ноги у него были все старые. И они к вечеру ныли у него от беготни. И он сердился. Алёша боялся, как бы отец, когда приедет за него получить деньги, не обиделся бы за то, что купец за сапоги вычтит с жалования. Вставал Алёша зимой до света. Колол дрова, потом выметал двор, задавал корм корове, лошади, поил их, потом топил печи, чистил сапоги, одёжу хозяевам, ставил самовары, чистил их. Потом либо приказчик звал его вытаскивать товар, либо кухарка приказывала ему месить тесто, чистить кастрюли. Потом посылали его в город, то с запиской, то за хозяйской дочерью в гимназию, то за деревянным маслом для старушки. — Где ты пропадаешь, проклятый? — говорил ему то тот, то другой. — Что вам самим ходить? Алёша сбегает. — Алёшка! — и Алёша бегал. Завтракал он на ходу, а обедать редко поспевал со всеми. Кухарка ругала его за то, что он не со всеми ходит, но всё-таки жалела его и оставляла ему горячего и к обеду, и к ужину. Особенно много работы бывало к праздникам и во время праздников. И Алёша радовался праздникам особенно потому, что на праздники ему давали на чай, хоть и мало, собиралось копеек 60, но всё-таки это были его деньги. Он мог и стратить их, как хотел. Жалования же своего он и в глаза не видал. Отец приезжал, брал у купца и только выговаривал Алёшке, что он сапоги скоро растрепал. Когда он собрал два рубля этих денег на чайных, то купил по совету кухарке красную вязаную куртку. И когда надел, то не мог уж свести губы от удовольствия. Говорил Алёша мало, и когда говорил, то всегда отрывисто и коротко. И когда ему что приказывали сделать или спрашивали, может ли он сделать то и то, то он всегда без малейшего колебания говорил, это всё можно. И сейчас же бросался делать. И делал. Молитв он никаких не знал. Как его мать учила, он забыл, а всё-таки молился и утром, и вечером. Молился руками, крестясь. Так прожил Лёша полторы года, и тут во второй половине второго случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он, к удивлению своему, узнал, что кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, есть ещё отношения совсем особенные. Не то, чтобы нужно было человеку вычистить сапоги, или снести покупку, или запрячь лошадь, а то, что человек так, незачем нужен другому человеку. Нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алёша, тот самый человек. Узнал он это через кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работящая, как и Алёша. Она стала жалеть Алёшу, и Алёша в первый раз почувствовал, что он сам, не его услуги, а он сам, нужен другому человеку. Когда мать жалела его, он не замечал этого, ему казалось, что это так и должно быть, что это всё равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидал, что Устинья совсем чужая, а жалеет его, оставляет ему в горшочке каши с маслом, и когда он ест, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него. И он взглянет на неё, и она засмеётся, и он засмеётся. Это было так ново и странно, что сначала испугало Алёшу. Он почувствовал, что это помешает ему служить, как он служил. Но всё-таки он был рад, и когда смотрел свои штаны, заштопанные Устиней, покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил «Ай да Устинья!». Устинья помогала ему, где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как её тётка взяла, как отдали в город, как купеческий сын её на глупость подговаривал, и как она его осадила. Она любила говорить, а ему приятно было её слушать. Он слыхал, что в городах часто бывает, какие мужики в работниках женятся на кухарках. И один раз она спросила его, скоро ли его женят. Он сказал, что не знает, и что ему неохота в деревне брать. «Что ж, приглядел кого?» — сказала она. «Да я бы тебя взял. Пойдёшь, что ли?» «Вишь, горшок! Горшком! А как изловчился сказать?» — сказала она, ударив его ручником по спине. «Отчего ж не пойти?» На Масленице старик приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устине, и ей не понравилось это. «Забеременеет? С ребёнком куда она годится?» — она сказала мужу. Хозяин отдал деньги Алексееву отцу. «Что ж, хорошо живёт мой-то?» — сказал мужик. «Я говорил, безответный». «Безответный-то безответный. Да вот глупости задумал. Жениться хочет на кухарке, а я женатых держать не стану. Нам это неподходяще». «Вот дурак!» — сказал отец. «Ты не думай. Я прикажу ему, чтобы он это бросил». Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына за стол. Алёша бегал по делам и, запыхавшись, вернулся. «Я думал, ты путный», — сказал отец. «А ты что задумал?» «Так я ничего». «Как ничего? Жениться кто захотел?» «Я женю, когда время подойдёт. И женю, на ком надо, а не на шлюхе городской». Отец много говорил. Алёша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алёша улыбнулся. «Что ж, это и оставить можно». Когда отец ушёл, и он остался один с Устиней, он сказал ей, она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном. «Дело наше не того. Не вышло. Рассерчал. Не велит батя». Она заплакала молча в фартук. Алёша щёлкнул языком. «Как не послушаешь-то? Видно, бросать надо». Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему, «Что ж, послушал отца? Бросил глупости свои». «Видно, что бросил», — сказал Алёша. Засмеялся и тут же заплакал. С тех пор Алёша не говорил больше с Устиней об женитьбе и жил по-старому. Потом приказчик послал его счищать снег с крыши. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов. Ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а накрытый железом вход. Устинья подбежала к нему, и хозяйская дочь. «Ушибся, Алёша?» «Вот ещё ушибся». «Ничего». Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую, пришёл фельдшер. Осмотрел его и спросил, где больно. «Больно везде, да это ничего. Только что хозяин обидится. Надо батюшке послать слух». Пролежал Алёша двое суток. На третий послали за попом. «Что ж ты, а ли помирать будешь?» Спросила Устинья. «А то что ж, разве всё и жить будем? Когда-нибудь надо». Быстро, как всегда, проговорила Алёша. «Спасибо, Устюша, что жалела меня. Вот оно и лучше, что не велели жениться, а то бы ни к чему было. Теперь всё по-хорошему». Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коле слушаешь и не обижаешь, так и там хорошо будет. Говорил он мало, только просил пить и всё чему-то удивлялся. Удивился чему-то, потянулся и помер.